Приветствую вас и молодой человек в своем поведении стремится вас унизить, стремится вас забить, стремится как-то отомстить вам за то, что вы его бросили, по его мнению. То есть у него, грубо говоря, еще не прошла к вам обидно относительно того, что вы больше не вместе. Эта обида толкает его на то, чтобы всячески вас стараться унизить, всячески стараться вас задеть, всячески стараться вас как-то подколоть и так далее. То есть вести себя с вами вызывающе, но при этом, естественно, он настроен к вам негативно, потому что вы сжимили его гордость, вы сжимили самолюбие, задели его самооценку. И он стремится за счет вас, теперь достичь самоутверждения, он стремится за счет вас, теперь возвысится, показать, что он хороший, показать, что он достоин, что он стоит вас. Тогда как вы его не оценили, вы его бросили, и, естественно, ему нравится, что вы злитесь, ему нравится, что вы раздражаетесь. Таким образом он пытается восполнить тот ущерб самому себе, пытается отдать вам тот негатив, который вы причинили ему. То есть посмотрите, какая получается ситуация. Вы пишите, что он разослился и наговорил про меня всякой гадости. Вот. Вам было очень обидно, пишите вы, и, естественно, я понимаю, что вам было обидно, вы вправе с молодым человеком оставаться, если он вам не нравится, что он вас не устраивает. Он, конечно же, не был прав, когда я говорил про вас всякой гадости, но это его проблема. То есть тут нужно понять, что вот когда человек говорил про вас гадость, он пытался как бы вас принизить. Это такая реакция на то, что он вас потерял. Это нужно понимать, понимать, что мужчина действует исходя из того, чтобы вам всячески приценить неудобство, дискомфорт, негатив, дабы вы страдали. Возможно, страдали так же, как страдал он, потому что он разверлился. Давайте подумаем вот о чём ещё. Вы видите, что молодой человек разорвился, значит, у его злости были причины. Он не был готов вас отпускать. Он не был готов вас понимать, понимать причину, например, того, почему вы от него ушли, например. И из-за этого, из-за такого вот своего рода качественного отношения к вам, он и ведёт себя сейчас так. Вы ему были не знали для каких-то своих целей, вы ему были не знали для удовлетворения своих желаний, вы эти желания не удовлетворили у него, в результате чего у мужчины возникла негативная реакция. Одна из форм негативной реакции является, вот, собственно говоря, такое поведение. И намерение у него к вам, к сожалению, исключительно негативное, он будет стремиться и будет продолжать отправлять вам жизнь до тех пор, пока либо не успокоится сам, то есть время не пройдёт, а другой странный год уже прошёл и несколько странно, почему молодой человек за год от вас ещё не отдал вас. Возможно, потому что вы как раз-таки работаете вместе, и это мешает ему о вас забыть, мешает ему, наконец, вас отпустить. Включить ничего и такое поведение. Значит, либо пройдёт время, начнёт к вам охладеть, просто в один прекрасный момент он проснётся, посмотрит на вас и поймёт, что вы, например, его прочно, или поймёт, что он до сих пор вас любит, например, и захочет с вами вновь встретиться. Либо он просто вас отпустит и, пристанет обращать внимание, начнёт заниматься своей жизнью. Девушка у него, скорее всего, исходя из того, что вы описали, а девушка у него, скорее всего, тоже используется как средство для достижения своей цели, а именно показать вам и самому себе, что он, ну, востребованный мужчина, что это вы его не оценили. Возможно, вам в этой ситуации можно и нужно с ним поговорить на частоту, то есть ещё раз прояснить тот момент, когда вы застались, а возможно, между вами всё ещё не до конца проговорено, возможно, вы до конца ещё не закончили тот диалог, конфликт. Судя по всему, для мужчины он продолжается ещё, для мужчины он ещё не закончил. Вам можно и найти себе мужчину, себе другого мужчину, но с любовью, например, вас защищал и не позволял молодому человеку так с вами обращаться. То есть, основная ошибка, которую вы допускаете, заключается в том, что вы, то, что мужчина обращает на вас внимание, считаете достаточным для того, чтобы он вам помог. Вот это ошибка. Мужчина делает это для себя. На вас внимание обращает он тоже для себя. Не для вас, для себя. И он преследует только свои интересы, не ваши. Вот об этом вам нужно помнить. И намерения его касаются, по крайней мере, на данный момент, только его самого. Вы для него, на данный момент, исключительно в качестве средства. Исключительно в качестве того, что он потерял. Исключительно в качестве символа его неудачи. Символа его несостоятельности, как мужчины. Именно так, скорее всего, он воспринимает вас. Ну, это говорит о нем многое, но тем не менее. Вам это надо иметь в виду, чтобы адекватно воспринимать его в поведении. И не испытывать иллюзии и надежд относительно того, что он может для вас сделать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.